Всем привет и добро пожаловать в Network Marketing Pro. Я дома у Джека Кенфилда. Рад видеть тебя, Эрик. Спасибо, что пригласил меня и всех нас к себе домой. Мы только что закончили большое интервью для документального фильма о сетевом маркетинге. Если вы не знаете Джека, тогда вы не знаете Джека. По сути, Джек является предпринимателем. Он является одним из крупнейших авторов бестселлеров в мире. Он считается одним из выдающихся тренеров Америки. Он написал не только книгу «Куриный бульон для души», которая продана тиражом более 500 миллионов экземпляров, но также «Принципы успеха». Одна из самых удивительных книг. И если вы хотите понять основу того, что нужно для успеха, это настоящие принципы. Возьмите эту книгу, изучите эту книгу, практикуйте то, что находится в этой книге. Я очень рекомендую вам сделать это. В дополнение к этому, сколько книг было написано? Кажется, на данный момент у меня около 250 книг. 250 книг. Вот это да! Это просто ошеломляюще. Он помог многим организациям по всему миру. Он большой поклонник сетевого маркетинга. Джек, мог бы ты поделиться с нами своими мыслями, как бы подытожив все, о чем мы только что говорили, своими мыслями о ценности сетевого маркетинга и о способностях людей, которые занимаются сетевым маркетингом? Ну, я думаю, начнем со второй половины вопроса. Я думаю, ты знаешь, что все люди, которых я знаю, и которые занимаются сетевым маркетингом, являются чрезвычайно выдающимися людьми. И они очень успешны как результат этого. Я думаю, что сетевой маркетинг привлекает все больше и больше гениальных людей с каждым разом. Меня иногда шокирует, когда я вижу нейрохирургов, врачей, людей с большой юридической практикой, людей, которые были вице-президентами по маркетингу в международных компаниях, и которые начали заниматься МЛМ, сетевым маркетингом или прямыми продажами и стали супер-супер-супер успешными в этом. И поэтому, когда я иду и выступаю для сетевых компаний или люди, с которыми я встречаюсь, ужинаю или общаюсь, они невероятно светлые люди. Так что, если вы ищете ярких и светлых людей для общения, то это то самое место. Я думаю, есть несколько преимуществ в сетевом маркетинге. И первое, вы становитесь своим собственным боссом. И вы можете работать как тяжело, так и не напрягаясь, в общем, как захочется. Чем усерднее вы работаете, тем больше получаете. Вы становитесь лидером, оставляете наследие возможности, вдохновляя, мотивируя и обучая людей, которые идут за вами. Наблюдаете рост людей. Для меня, я не знаю почему, но поначалу, если кто-то не преуспевает, и потом у него все хорошо получается, приносит больше удовлетворения, чем нежели адвокат, который удваивает свой доход. И таких примеров настолько много, и это продолжает увеличиваться, что мое сердце переполнено эмоциями до краев. Я начал преподавать в среднегородской школе в Чикаго. Я собаку на этом съел. Просто пошли и сделаем это. Такой был подход. То сообщество, которое занимается этим, которое создано на этих конференциях, на домашних встречах. И многие из моих лучших друзей, это люди, с которыми я познакомился, в сетевом маркетинге. Люди, которые являются президентами компаний, и с которыми я ежемесячно обмениваюсь письмами, и до сих пор поддерживаем связь друг с другом. И мы много общаемся, и я многому учусь от этого. Сообщество просто огромное. Благодаря интернету возможности намного упрощаются в этом мире сетевого маркетинга. Потому что всю эту бумажную работу можно сделать через компьютер. И вам больше не надо куда-то ехать, чтобы получить чью-то подпись. Раньше это занимало много времени, а теперь это не надо делать. И те образовательные материалы, которые сегодня доступны, это просто феноменально. Я не знаю никакой корпорации, у которой есть учебные программы с такими же вспомогательными материалами, как у компаний сетевого маркетинга. Я не знаю, как ты это называешь, но та праздничная культура вознаграждений, которая существует, является просто феноменальной. Я выступаю на конвенциях компаний сетевого маркетинга, и обычно остаюсь после своей речи, чтобы посмотреть, как выходят на сцену те, кто заработал миллионы долларов, или как представляют новый продукт. И это похоже на пирани, которые питаются безумной радостью, которая происходит в этих местах. Это так здорово, потому что это похоже на позитивное, оптимистическое сообщество единомышленников, которые верят, что успех возможен, которые поставили цели, преодолели свои страхи, поменялись, хотят внести свой вклад в свои сообщества. И, как правило, присутствует причина филантропии, что делает этот мир еще лучше. Поэтому, если вы можете пойти и стать более здоровым, заработать больше денег, внести изменения, стать частью филантропии, и быть среди оптимистических и харизматичных людей, как часть вашей работы, я имею в виду, большинство людей просто не могут похвастаться этим. Так что для меня на данный момент это одна из лучших отраслей на нашей планете.